здравствуйте мои уважаемые зрители смотрите такая сегодня красивая я сходила в парикмахерскую и попросила дневные волосы вот но очень жарко фу как это невозможно я уже от этих волосся мокрая еще лезут смотрите видите как никакая я красивая вырву лишние они лезут прямо в рот и очень раздражает когда они на руках вот так повиснут так мы не видно тарелку да как мы будем с вами есть все ничего не видно так надо ниже сейчас это надо пригибаться ну чёрт возьми смотрите сегодня я буду есть салат по латвийски как его делать я сделала на другом канале вот на этом так как это делается по салат по латвийски со шпротами вот там будет смотрите значит да и на одном канале готовлю на другом на этом ем на другом канале готовлю это котлеты котлеты из цветной капусты курицы пирог тыквенный но это потом это вообще обалдеть как вкусно а это салат по латвийски это салат по латвийски это рис шпроты и это фасоль стручковая на другом на растение вкусно и компот обязательно знаете что что я хотела сказать да сегодня вот я смотрю этого севку до блогера а он его много кто смотрит на ю тубе потом рассказывают про него он говорит на нем пиарится ну не знаю про меня ли нет но я очень мало про него есть каналы которые вообще на него и говорят а почему я не могу говорить то если я его смотрю я его смотрю все время почему я не его не его пиарю не на нем пиарюсь мои знакомые они даже не знают его наоборот еще его пиаря пиарю кто смотрит меня они еще на него посмотрят вот но я не могу про них не сказать но они очень там умные один другого умнее там даже сегодня я пройдусь по кольке колька это его друг и он учится медицинском да а сегодня он сморозил твоему спору знаете что сам белка сходит к этому зубном зубном и они там у них надька приехала такая она на поезде на еле ходит вообще не поставишь она стоит ее посадить посадишь она сидит а не мобильная вообще ты положишь в речку она лежит а во-первых у нее очень много лишнего веса она весит 2 центня с этим болят ноги ну ладно не про это и вот это натика там опять наготовила и чё там чеснок надо есть и сам белка говорит может мне не есть чеснок я к зубному пойду мне надо а колька знаете что ему ответил почистишь зубы ничего страшного зубы почистишь и от тебя не будет смердеть колька своему сведению новости ты учишься в медицинском почистить зубы а чеснока не поможет потому что в чесноке после переваривания пищи вот эти сернистые соединения которые есть чесноке они попадают в легкие и даже если ты будешь кормить севку через зонт прямо в желудок чесноком от него будет смердеть еще три дня через дыхание через легкие это все знаю давно не поможет кисти зуба в легких она через дыхание выдается понятно медик вообще за два года особенно медику мало его обзнать 31 с половиной я же знаю вот я же знаю через дыхание потому что три дня можно вонять чесноком она выделяется через дыхание только через желудок от ноги полагает а через легкие попадает после пищеварения это сернистые соединения попадает легкие понятно глупости зубы там чистее нечистее не поможет не поможет тоже даже лук а еще что севка ума теперь сыркой сморозил севка теперь он не позвонил знаете что он позвонил или у них по украине прошел слух в запорожье радиация кинули бомбу я говорю то что он говорит своих видео от это я комментирую что в запорожье гибели радиационную бомбу и он звонит дырки закрывать окна из копейного закрывать окна можно а то же самое закрывать от крыс унитаз теперь севка напугала на радиации окна не помогут это вообще какие они там все как это можно не понимать окна не помогут если бросили ядерную бомбу радиацию как он пугал да что их там напугали что в этом запорожье ядерная бомба кинута и окна не помогут окна можно же не закрывать если разговор про бомбу есть три ядерных излучения альфа бета и гамма севка слушай альфа бета и гамма альфа и бета от них еще можно спастись одеждой на одежду на постирать и уйти с этой зоны и постирать одежду вернее даже сжечь ее нафиг даже не стирать это еще спасет но если разговор идет о бомбе то там от гаммы излучения до спасает только свинец свинец не окна окна возможно спасут только от ядерной пыли лирка закрыла это ее пугал а это излучение окна не помогает помогает только свинец это не гарантированно так вот в бомбе если разговор про бомбу то там встречается если этот ядерный фугас взрывается то там все три ядерных этих излучения альфа бета и гамма и тем кто остался в живых ненадолго да это же окна закрывать бесполезно от бомбы окна не помогают понятно серка и вот там 7 это самое есть разговор про бомбу а не проразбитый градусник окна закрытые не помогают если остались то в живых уже надо просто готовиться на кладбище все равно свинец только помогает помогает только свинцовые окна а если у юрики нет свинцовых окон эти стеклянные можно не закрывать не поможет от бомбы господи вот сплетни разводить я не знаю я вот не люблю день который разносит сплетни и вот лично на мне я не не то что я хотя да я считаю себя не дурочкой далеко не дурочкой могут его прикидываться и создать образ дурочки на я знаю что на мне всегда все сплетни заканчиваются я не припроверив не узнав никогда ничего не говорю никогда и начали строить эту информацию знать из чего-то я вдруг не знаю хотя я многое и только потом ее рассказывать такие сплетни вот они на мне не заканчиваются очень много раз люди что-то говорили а еще значит что терпеть не могу он в этом случае я даже друзей банила вот такой страшный человек раньше ходили такие какие-то записки по интернету там написано читаешь 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 в конце написано переслать надо кому-то тогда будет тебе счастье и там чего-то там не будет я обычно такие вещи никогда конца даже не дочитываю я удаляю сразу и очень зла на того кто мне это прислал и знакомых очень зла если это соцсети я сразу жалуюсь на спам я жалуюсь на спам я терпеть не могу когда мне такое присылает какой-то знакомый эту пугалку тебе будет счастье а если ты не пришлешь что будет какое-то несчастье фу терпеть этого не фу терпеть этого не могу на мне это всегда останавливается во первых и при я пересматриваю отношение к этому знакомому кто метр прислал и жалуюсь на него за спам это вообще я терпеть этого не могу думаешь ты мне прислал такого тебе уже и вот она тебе она тебя от каран небесная настигла не всем еще прислал я это терпеть не могу вообще вот на мне сплетни заканчиваются это совершенно не мою я не могу это и нужно зла на том кто мне это прислал очень зла то есть он своим счастьем там не связь и мне что там присылают фигню